здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня у нас с вами осенняя посадка саженцев винограда время осенней посадки когда древесина уже вызрит в идеале конечно даже ступлистопал но такое в наших условиях не всегда возможно значит чтобы вызрела на саженцах лоза и до наступления уже стабильных заморозков как и при весенней посадке конечно мы заранее подготовили яму куда заправили всякие питательные вещества навоз перегной то что у вас есть поставлен подкормочный узел об этом есть отдельное видео поэтому подробно не рассказываю ссылку под роликом обязательно вам оставлю вот у нас саженец весенний к осенью он уже хорошо вызрел и что очень важно если есть какие-то бирки обязательно все убрать потому что вот эта часть постепенно будет утолщаться и бирки могут все это пережимать и не давать растению нормальный рост поэтому все убираем все удаляем если нам надо бирки сохранить значит мы их перевязываем просто на какое-то другое место вот например перевешиваю и сюда повыше но это же так сделаю с запасом чтобы с одной стороны она держалась с другой стороны она ничего потом не перетягивала то есть это очень важный момент саженец у нас большой он очень хорошо развивался но такой большой нам следить не нужно мы его обрезаем конечно в классике мы бы оставляли например две четыре почки но на всякий случай всякое бывает что-то может выприть поэтому обрезаем вот приблизительно на полметра там где у нас все хорошо вызревшие если у вас вызревшие меньше значит обрезаем все вот такое вот вот такое все зеленое мы убираем до нормально вызревшего следующий момент все листья все вот это вот молодежь зеленым и все убираем на нам не нужно следующий момент мы подрезаем корни аккуратненько их вот так вот сложили на сантиметров 10-15 вот отсюда от пятки подрезали все вот это вот все значит это для чего мы подрезаем корни для того чтобы они лучше развивались нам не надо здесь конечно хорошая корневая система да ну бывает что у вас буквально здесь пару корешков а нам надо чтобы они шли мочалкой они таких вот пару длинных чтобы образовывались затем тоненькие всасывающие корешки и у винограда была хорошая площадь питания если у вас корешки маленькие есть вот здесь на верхней части черенка их смело можно убрать здесь их нету здесь как бы так все хорошо еще если вы покупаете саженцы например с открытой корневой системы то есть приблизительно в таком виде оставьте их часов на 8 на 10 водички потому что мы не знаем сколько они были в таком состоянии мы это только что выкопали но если например ваш саженец вы купили вот такой вот с такими корешками то на некоторое время подержите его в воде можно еще потом перед посадкой обмакнуть в глиняную болтушку глина разбалтывается до состояния такого жидкого теста туда обмакивается после этого садится тоже облегчает корням жизнь работа с корнями это вот глобальное отличие осенние весенние посадки потому что в весенние мы максимально сохраняли земляной ком там мы садили однолетние саженцы корешки тоненькие то есть там сохраняли здесь сохранять вот этого нет смысла дальше глубина посадки в наших широтах 25-30 сантиметров должна быть пятка корня то есть это место откуда вот отрастают корешки в наших широтах садить глубже нет смысла потому что плодородного слоя там нету ну и растению там глубже особо делать ничего еще смотрите в зависимости от того какая вот эта часть мы можем судить либо прямо либо чуть наклонив в ямке мы делаем небольшой такой холмик на него ставим наши корешки пяточку что вот они так вот в стороночку пошли но нам надо чтобы хотя бы две-три почки вот эти оказались под землей потому что смотрите на вот этой части почек у нас нету и поэтому если вот здесь мы все оставим над землей они вымерзнут вымокнут их съезд мышь не важно что с ними случится все дальше несмотря на очень хорошие корни растению расти нещего поэтому несколько почек мы специально всегда оставляем под землей чтобы в случае что-то сверху у нас всегда был запас и если черенок очень длинный то мы наклоняем и наклоняем так вот чтобы наклон был ну понимаете не вот так вот так где-то что-то может обломаться а побег был сверху наклон может быть вплоть до вот такого вот очень сильного ну в зависимости от того как а какой длины вот эта часть вот там у нас небольшой холмик все корешки мы по нему расправили вот это у нас получается под землей и засыпаем сейчас мы немножко прикопали и подзернули вверх чтоб корни направились туда куда нужно все закопали теперь пролили хорошенько водой тоже чтобы земля уплотнилась стала как надо можно сначала даже ямку такую оставить для воды ну чтоб вот видите вот она утекала туда а не растекала здесь вокруг воды льем приблизительно ведра 2 можно и чуть больше в зависимости от того какая земля и после того как вода вот так вот впиталась лунку это аккуратно ровно засыпаем надо ли окучивать мы специально с вами оставляли почки под землей поэтому окучивать нет необходимости потом когда станет уже морозы придут тогда мы этот саженец накроем тоже чем есть есть укрывной материал хорошо нет укрывного материала значит лапки папоротник что-то еще если папоротник либо солома значит сверху пленка чтобы она не намокала и саженец закрытой корневой системы значит мы вытряхиваем все вот это вот если есть необходимость бывает что корни аж вот так вот закручены и у нас на мы сами сидели в горшок поэтому она была в такой более-менее земле а бывает что то такое типа торфа и корни там прямо вот аж вот так вот скручены значит размачивайте размачивайте чтоб корни максимально распрямились насколько это возможно чтобы им была свобода иначе они бывают вот если вот так вот спутавшись не не могут потом распутаться и вплоть до гибели растения точно так же вот сложили не жалеем вот этого вот нам вот этот вот длинный корень такой он не нужен ну что он и будет таким длинным нам надо чтобы он пустил потом таких тоненькие хорошенькие корешки все обрезали и садим точно так же как предыдущий вариант вот так это все теперь выглядит все я аккуратненько засыпала если земля потом еще немножечко осядет то значит мы еще раз засыпем еще раз все подравняем и в таком состоянии у нас будет все сидеть до наступления стабильных морозов когда наступают стабильные морозы тогда мы уже занимаемся зимним укрытием сейчас это делать еще рановато часто еще вы задаете вопрос на каком расстоянии высаживать от вот этой самой трубы на некоторым на том которым вам удобно на саму яму не надо здесь я садила помню корни меня приблизительно вот здесь мешок у меня вот там с той стороны вот вот с этой от трубы ну труба с краешку то есть на некотором расстоянии 30 50 60 сантиметров как получается на мешок то есть совсем рядышком садить не нужно все-таки нужно отступить некоторое расстояние которое вам удобно но на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свои мнения задавайте вопросы под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты до новых встреч